Ну вот, наконец-то погожий зимний денек, и хотя температура минус 2 градуса, в общем-то достаточно холодно, но тем не менее, хороший вариант прогуляться, снова прогуляться по ботаническому саду города Бон и показать вам очередное интересное растение. Растение, которое наверняка немногие из вас видели, потому что в Украине его встретишь, ну, мягко говоря, не часто. Вот оно, за мной, на берегу водоема растет, это хвойное растение, абсолютно сейчас без хвой, да-да, это одно из немногих хвойных растений, которое на зиму свою хвою сбрасывает. Скажите, ну что там зимой смотреть, если оно сбрасывает хвою? Есть там что смотреть. Давайте познакомимся поближе. Называется это растение таксодиум двурядный, ну, это если по-научному, а если по-простому, болотный кипарис. Впервые с этим растением я познакомился в Крыму, в Алубке, в парке Воронцовского дворца. Там довольно большой экземпляр растет, и как-то сразу вот он мне понравился и лег мне на душу. Ну, во-первых, почему кипарис? Дело в том, что кипарис, в принципе, от других хвойных растений очень легко отличить по его характерным плодикам. Вот такие шишечки, они могут быть круглые, могут быть продолговатые, как вот у этого кипариса, но они как бы состоят из отдельных ячеек, как футбольные мячи, такие шестигранники, которые плотно скреплены друг с другом. Когда они открываются, из этих вот шестигранников, изнутри этой шишечки выпадают семена. Дело в том, что этот кипарис очень влаголюбив. Не случайно вот в названии его звучит кипарис болотный. Его родина Северная Америка, юго-восточные штаты, там, где действительно много болот. И там он по берегам этих болот, озер и рек и растет. Он очень влаголюбив. Ну, давайте начнем с коры. Кора такая вот очень фактурная, видите, морщинистая такая, в таких глубоких бороздах. И, кстати сказать, по мере старения вот эти вот лоскуты этой коры потихонечку снимаются. Мне кажется, очень фактурная, очень красиво смотрится. Как я сказал, растение хвоепадное. На зиму оно полностью сбрасывает хвою. В общем-то, не очень хорошо, хотя силуэт даже зимой смотрится интересно. Но самое интересное начинается весной. Весной появляется новая хвоя, такого нежно-нежно-зеленого цвета, легкая, воздушная такая. Очень симпатично смотрится. Ну, естественно, летом оно зеленое, потому что хвойное. А осенью происходит очередная метаморфоза. Это хвоя зеленая, и зеленый превращается в красную. Цвета такой медной проволоки. И вот стоят, представьте себе, по берегам водоемов осенью такие рыжие красотки. Но мне удалось этой осенью их тут снять. Великолепное зрелище. На мой взгляд, одно из удивительных декоративных растений, которые на планете существуют. Но, наверное, самая яркая особенность этого растения – это его корни. Вот они, видите, в ряд выстроились такими буграми. Ученые даже дали им название специально этим корням. Называется это пневмотофоры. Слово пневмо чем-то связано с воздухом. И вот тут мнения ученых разделяются. Одни говорят, что с помощью вот таких воздушных отростков, воздушных корней, растения как бы снабжают свои корни воздухом. Ну, большинство растений без воздуха корням трудно обходиться. И вот таким образом болотный кипарис как раз воздухом свои корни и снабжает. Другая группа ученых это отрицает. Говорят, да, воздухоснабжение происходит, но не в такой степени, как хотелось бы корням. И, скорее всего, вот это просто растение, которое растет среди болот, среди водоемов, которое очень, скажем так, неустойчивое при сильных ветрах, вот таким образом оно пытается закрепиться в почве. Дело в том, что каждый вот такой отросток фактически имеет глубоко уходящий вниз в землю корень. Такое растение, которое растет на болотах, которое постоянно подмывается водой, может легко упасть, ведь согласитесь, при сильном ветре. Но обладая вот такими множеством корней, которые расположены вдоль водоема, которые вглубь уходят с стержневыми корнями, естественно, оно держаться будет гораздо лучше. Ну, если верить мудрым книгам, существуют даже такие деревья-рекордсмены, я имею в виду болотные кипарисы. Где-то в Америке растет растение, у которого вот эти воздушные корни, эти пневмотофоры достигают высоты 30 метров. Я тяжело это представить. Где-то под Самаркандом высажены болотные кипарисы, которые высотой не очень высокие, ну, 2 метра высотой, как человеческий рост. Но при этом длина вот этой стены из этих пневмотофор порядка 27 метров. Вот у этого дерева тоже немаленькое. Я где-то насчитал порядка 20 метров длина этих пневмотофор. Но они не очень высокие, ну, примерно сантиметров 30-40. Но все равно зрелище потрясающее. Надо сказать, что эти пневмотофоры, они пористые, они очень легкие. И даже где-то их используют для того, чтобы изготавливать поплавки для удочек. Ну, когда стучишь по нему, действительно, звук такой глухой, как будто оно внутри пористое. Ну, хорошо, растение нам понравилось. Что нам теперь нужно для него сделать, чтобы оно хорошо росло у нас на участке? Ну, во-первых, имейте в виду, как я сказал, растение влаголюбивое. Это идеальное просто растение, если ваш участок регулярно затапливается водой, ну, или высоко стоят грунтовые воды. Он просто будет наслаждаться. Другие не выживут, а он просто будет от этого получать удовольствие. Второе, он обязательно любит слабокислые почвы. Поэтому, если вы собираетесь высаживать болотный кипарис где-нибудь в степях Украины, скорее всего, он не приживется. Мало того, что там постоянная засуха, но там еще и почвы не такого типа, как он любит. Они скорее нейтральные, слабощелочные, например, как у меня в Запорожье. Ну, а если все-таки высадите, вам придется его регулярно поливать, чтобы корни постоянно были во влажном. И, мало того, вам придется регулярно обливать, дождевать крону, потому что хвоя тоже любит влажный воздух. А косвенным доказательством того, что кипарис болотный любит именно кислые почвы, является то, что вот здесь под ним высажены кустики гортензий. А гортензии, как известно, любят кислые почвы. Опять же, растение вырастает довольно высоким. И наши участки стандартные, но вряд ли подойдут для такого большого растения. Это кипарис и растет он, кстати сказать, довольно быстро. Поэтому, если у вас возле участка есть где-то озерцо или река течет, естественный водоем, вот там, рядом с участком, вы можете его посадить. Ну, или, может быть, вы олигарх, и у вас на вашем участке есть большой естественный водоем. Тогда это дерево для вас. Очень декоративное дерево и просто украсит ваш участок. Естественный вопрос, а можно ли выращивать его у нас в Украине? Можно. Я видел его, как я сказал, на южном берегу Крыма, и я знаю, что он растет в западной Украине. Теоретически, заявленная морозостойкость до минус 30 градусов. Так что, в принципе, можно пробовать. Я пробовал, но, к сожалению, загубил. Было у меня пару сеянцев. Это кипарис. Выращивать его, в общем-то, как и все кипарисы, довольно просто. Все эти семена, желательно сделать им стратификацию. Они, в принципе, могут и без стратификации всходить. Но, если вы сделаете месяц-полтора холодной стратификации в холодильнике, при плюс 5 градусах примерно, схожесть будет у семян выше. Вот эти семена, которые начали наклевываться, потом высеваете сразу почвосмесь. Почвосмесь. Как я сказал, почва должна быть кислая. Примерно 4,5-5 pH. И, вот тут очень важный момент. Обязательно стаканчики должны быть высокими. Потому что сразу буквально формируется длинный стержневой корень. И вот, чтобы он не закручивался там, чтобы не вился по стенкам, нужно, чтобы он уходил сразу в глубину. Потом, по мере роста этого корня, вы будете пересаживать его еще в более глубокие стаканчики. Пока он не вырастет до той величины, до которой нужно, чтобы высаживать его уже в открытый грунт. Как я сказал, у меня было пару саженцев. Я вырастил их, но, к сожалению, загубил. Просто вовремя не полил. Поливать его нужно будет эти самые семянцы, эти самые саженцы довольно часто. Причем рядом стояли обычные вот эти вечно зеленые кипарисы. Они прекрасно перенесли засуху. Ну, а эти где-то полив пропустил, и все, они погибли у меня. Ну, в общем, пробуйте. На самом деле, выращивать его просто. Схожесть у семян довольно неплохая. Ну, и еще несколько интересных фактов про это растение. Вот оно растет в воде, оно очень любит воду. Но при этом древесина получается очень качественная. Она очень плотная. Она очень ценится в столярном производстве. Не случайно говорят, что это предмет экспорта из Соединенных Штатов в Европу. В Европе из нее делают мебель, из нее делают столярные изделия какие-то. Причем цвет древесины зависит от того места, где это растение росло. Оно может быть желтоватым, розоватым, красноватым. И столяры это очень ценят. Эта древесина совершенно не подвержена гниению. Ну, совершенно это, может, я сказал, преувеличено. Но, тем не менее, она очень стойка к гниению. Что тоже очень, наверное, для столяров очень важно. Из нее можно делать какие-то предметы, которые находятся долгое время в воде. Или в сырости какой-то. Растение долгожитель. Ученые определили по образцам, что есть экземпляры, которым тысяча лет и даже больше. Это подтвержденные научные данные. Ну и, наконец, растение очень древнее. Вот здесь, в Германии, в отложениях бурого угля часто находят отпечатки хвои таксодиума дворядного. Ну и закономерный вопрос. А сколько лет вот этому растению? Это растение было посажено из семян, которые специально привезли из Соединенных Штатов Америки. И посеяно оно было в 1901 году. Растение большое. Ему 123 года. Растет этот кипарис довольно быстро. Поэтому думайте, будете ли вы сажать его у себя на участке. Ну вот, наверное, хватит на сегодня. Спасибо, что смотрели. Отдыхайте. А я пойду погуляю по ботаническому саду и поищу еще интересные растения, интересные для меня. Ну и, надеюсь, они будут интересны и для вас. Спасибо, что смотрели. Всего доброго. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok